здравствуйте друзья рада вас приветствовать на своем канале сегодня у меня для вас рецепт абрикосовые пастилы или как у нас в армении называют как цыр лаваш и для сегодняшней пастилы нам понадобится всего три ингредиента это абрикосы вода и сахар я взяла тростниковый сахар и вы можете добавить просто обычный белый сахар сначала нужно подготовить абрикосы то есть хорошенько промыть и удалить косточки для этого рецепта нужно взять спелые абрикосы если они у вас не спелые зеленые вы купили в таком состоянии то положите на подоконник оставьте пусть дозревает пастила из зрелых абрикосов намного вкуснее и ароматнее получается удаляем косточки они нам не нужны я эти абрикосы купила они у меня были зеленые я поставила на подоконник при открытом окне и оставила так три дня и они у меня вот так и дозрели я забыла сказать здесь еще понадобится сок лимона чтобы абрикосы не потемнели я почистила абрикосы сейчас нужно взвешивать у меня получилось 2 килограмма абрикосов без косточек теперь сюда добавлю на каждый килограмм 100 миллилитров воды много воды добавлять не следует потому что если будете много воды добавлять потом нужно будет абрикосовое пюре хорошенько уварить этого нежелательно делать конечно и добавлю сахаром на каждый килограмм я добавлю около 50 грамм сахара потому что у меня сладкие абрикосы больше добавлять не следует если вы не можете по каким-то причинам употреблять сахар то эту пастилу можете готовить совсем без сахара но в случае нужно обязательно взять спелые фрукты или ягоды я сюда добавлю 100 грамм сахара не больше то есть 5 столовых ложек 5 или 6 теперь кастрюлю поставлю на плиту доведу до кипения убавлю огонь закрою крышечкой и буду варить пока абрикосы не разварятся кастрюлю поставила на самую маленькую комфорку на дне вот столько воды как закипит убавлю огонь и буду варить на медленном огне пока все абрикосы не разварятся если к этому времени вы заметите что воды стало намного меньше но абрикосы еще твердые то можете немножко добавить воды около 100 200 миллилитров если у вас столько же абрикосов сколько у меня я добавлю еще сок лимона это около двух столовых ложек чтобы абрикосы не потянули начала вот так активно кипеть теперь убавлю огонь и закрою крышечкой и оставлю пока абрикосы полностью не разварятся отходить от кастрюли не следует потому что абрикосы очень быстро прилипают к одну кастрюле если такое случится получится что ваши продукты уже испорчены абрикосы варятся уже 20 минут до вот такого состояния они уже очень хорошо смягчились оставлю на плите где-то еще 5-7 минут и сниму с огня абрикосы хорошо развалились отключаю плиту теперь пробью блендером у меня такой погружной блендер если у вас блендер с чашей то еще лучше нужно пробить до кремообразного состояния вот такая кремообразная масса получается теперь эту массу нужно пропустить через мелкое сито это делается для того чтобы пастила получилось очень гладкой вот столько ненужного вышло это живых или как называется это нам не это я оставлю в сторону вот такая гладкая масса получилось на этом этапе можно массу проверить на сладость если не хватает сладкого пока масса горячая можно добавить сахара и перемешать пока сахар не рассадится я проверила на сахар больше не требуется я добавила всего 100 грамм сахара вот такой густоты получилось абрикосовое пюре или абрикосовый сок можно сказать густота полностью меня устраивает я больше уваривать не буду теперь подготовим поверхность где мы будем сушить пастилу или лаваш я пастилу буду сушить и на подносах обязательно поднос нужно накрыть пленкой у меня вот обычный целлофан и советую брать пищевую пленку потому что потом пищевая пленка очень плохо отходит от пастилы обязательно берите плотный целлофан фруктовое пюре в данном случае абрикосовое пюре нужно залить тонким слоем 2 3 максимум 4 миллиметра толщиной чтобы быстро высохла и теперь нужно распределить по поверхности равномерно когда фруктовое пюре нужной густоты она сама принимает форму поверхности и равномерно распределяется поэтому постарайтесь чтобы пюре получилось не гуще потому что потом будет очень трудно распределять равномерно на поднос или на поверхность первый поднос уже готов поставлю в сторону чтобы целлофан хорошо прилегал к подносу я сначала поднос намочу водой и потом только кладу целлофан вот так нужно пригладить и опять залю пюре вот у этого моего подноса очень низкие бортики это как раз та толщина которая необходима для пастилы второй поднос тоже готов у меня из этого количества получилось два подноса и еще немножко осталось это наверное на одну маленькую тарелочку вот так выглядят мои заготовки я поставила на подоконник буду сушить при открытом окне у нас очень жарко на это понадобится около 3-4 дней увидимся через 3-4 дня прошло 4 дня пастила хорошо высохла может вам понадобится чуть больше времени как я говорила у нас очень жарко у меня на балконе было 35 градусов пастила получилось очень тонкая и очень вкусная мы уже пробу сняли могу с уверенностью сказать что замечательная пастила получилось сейчас нужно аккуратно отделить от целлофана в принципе спокойно отходит видите какая глянцевая получилась такая глянцевая и очень тоненькая пастила просвечивает таким способом можете готовить пастилу из любых фруктов и ягод метод приготовления такой же это пастила у меня получилась не сладкой потому что я добавила сахара совсем немножко можете готовить пастилу совсем без сахара если вы по каким-то причинам не можете употреблять сахар пастилу можете сушить еще и в дегидраторе если у вас есть такой гаджет на кухне у меня нету я пользуюсь природными условиями советую целлофан взять обязательно плотный чтобы у вас получилась вот такая глянцевая пастила и от плотного целлофана очень хорошо отходит пастила не советую сушить пастилу на пищевой пленке очень сложно отходит пастила от пищевой пленки да и потом обратная сторона пастилы не будет такой глянцевой как допустим вы сушите на хорошем плотном целлофане пастилу я порежу она у меня абсолютно сухая не липнет ни к рукам ни к поверхности можно кстати порезать и ножом для пиццы вот эти неровные края тоже можно убрать можно вот так завернуть красиво а это порежу ножом для пиццы сначала подровняю края хранить пастилу можно в любой посуде под плотно закрытой крышечкой в прохладном темном сухом месте или можно пастилу положить в зип-пакет и хранить в морозильнике даже не прилипает замечательное лакомство готово таким был мой сегодняшний рецепт надеюсь он вам понравился если понравился обязательно ставьте лайки пишите комментарии с удовольствием отвечу на ваши все вопросы а на сегодня у меня все увидимся в следующих видео а